Продолжение следует... Вы в курсе, что бежать в марафон можно и в полной темноте? Если нет, то сейчас убедитесь в этом. Здравствуйте, я Инга Габеша и это программа «В курсе». Здесь мы будем говорить на разные темы, но главное о том, чем живут горожане. Наш гость сегодня Сергей Гринь, человек, доказавший, что потеря зрения – это еще не потеря жизненных ориентиров. Сергей, я знаю, что вы не просто трудоустроенный, но нашли свое призвание. Вы успешно работаете в музее. Легко ли было наладить работу, ведь в музее люди приходят именно, чтобы посмотреть? Вы знаете, когда мне Петр Александрович Хрисанов предложил попробовать поработать в музее, именно, уточню, попробовать, потому что мы с ним оговорили так, если получится, значит, я останусь работой, если нет, ну, тогда распрощаемся. Для меня, конечно, было даже страшно, как я буду рассказывать, вести экскурсии, если фактически не вижу, если мне приходится каждую минуту капать глаза, каждые полчаса умывать их и так далее. То есть очень много нюансов, именно связанных с моими осложнениями после потери зрения. Но, как оказалось, ничего непреодолимого нет. Самое главное – собраться, преодолеть себя и сделать такие некие наработки. Вот, сейчас у меня уже каждый шаг выверен, даже посетители не видят, когда я капаю глаза. Я рассказал, уже знаю, куда человек обращает свое внимание, зашел за спину, закапал, привел глаза в порядок. Вот, хожу я постоянно в солнцезащитных очках, от этого у нас всегда возникают вопросы. У вас специальные очки, так как наш зал мультимедийный, приходится отшучиваться, что это имидж. Иногда меня называют Джеймсом Бондом, я говорю, очень приятно, это имидж. Вот, но если человек уж более дотошно начинает спрашивать все-таки, почему очки, ну не шутите, тогда я говорю, что да, у меня вот осложнение со зрением, вот, и чтоб вас не смущать с закрытыми глазами, поэтому мне нужны солнцезащитные очки. Люди относятся с пониманием, благо, произошедшие в нашем городе и в нашей стране паралимпийские игры, дали понимание о том, что человек с белой тростью и человек в солнцезащитных очках, можно сказать, в неестественных условиях, должно наводить человека на то, что у него некие осложнения со зрением. Это здорово, что вы справились и все у вас получается, раз вы работаете уже несколько лет, да? Да, два с половиной года уже прошли, как один день. Это здорово. Но всем известно, что, ко всему прочему, вы активно участвуете в жизни самого курорта, и помимо искусства вас интересует и спорт. Вот расскажите о последнем, кстати, уникальном проекте, который вас вдохновил, и в который вы планируете вовлечь всех сочинцев с инвалидностью по зрению. Да, все началось с того, что я после болезни набрал вес до 117 килограмм. И для меня, молодого человека, как говорится, в 26 лет подняться на пятый этаж в три подхода с одышкой было очень тяжело морально и физически. Поэтому я решил, что надо приводить себя в порядок, надо двигаться вперед. На этом жизнь не закончилась. Опять же, прошедшие паралимпийские игры еще более вдохновили. До того, как я узнал о проекте «Марафон в темноте», я пробовал самостоятельно начинать бегать. Бегал по радиогарнитуре. У меня был знакомый парень, он не работал, а был волонтером на Паралимпийских играх. Я купил тогда в то время ребенку две радиостанции и предложил ему попробовать, чтобы я одну радиостанцию вешал на себя, а он на вторую мне подсказывал бежать прямо, налево, вправо. Так получалось набегать километр два-три. Но опять же, радиосигнал неустойчив в нашем городе с такой радиостанцией. Поэтому «Марафон в темноте» позволит преодолевать большие дистанции. Тем более, этому проекту уже два года стартовал он в Москве. А изначально он зародился в таком начинании с одного человека – от Омска до Москвы. То есть в Омске парень изъявил желание, его поддержали Анастасия Плетменева и Юлия Толкачева. Вот в этом его начинании и в этой его идее. Сам же в Хабаровске, потому что в город Сочи я переехал пять лет назад, начинал свои пробежки с 50 метров. То есть я тогда подумал, ну, надо же все-таки приводить себя в порядок. Как? Бегать на беговой дорожке меня не устраивает. Я любил всегда живой бег. Поэтому рядом с моим домом находился такой участок, достаточно хороший, заасфальтированный. Его протяженность была 50 метров. И был забор металлический вдоль дороги. Я натянул веревку, на нее делал кусок трубы от батареи радиаторной. И получилось ровно 50 метров. То есть я одной рукой держался за кусок трубы и бежал как по рельсе такой. Добегал до конца, поворачивался, брался другой рукой и так начинал бегать. Было достаточно страшно споткнуться, не дай бог, кто выйдет перед тобой. Или все равно, когда бежишь с закрытыми глазами, тебя уводят влево, вправо. Но ничего страшного. Страхи преодолел. Продолжаете? Сейчас я бегаю с беговым клубом Высшая Лига. Но что касается самого социального проекта «Марафон в темноте», как я понимаю, его цель это не победа в забегах? Или все же цель проекта открыть дорогу тотально незрячим и слабовидящим в профессиональную легкую атлетику? Прежде всего хочу озвучить, что «Марафон в темноте» – это название проекта. Многие считают, что это разовое мероприятие. То есть пробежали и все. Нет. Это название именно проекта. Проект призван популяризацией любительского спорта для такой категории людей, как слепые и слабовидящие. То есть слепой бежит в паросвязке. Это когда делается восьмерка из веревки. Одной рукой держится слепой за эту паросвязку, второй рукой держится лидер бегун из числа волонтеров. Работа в связке. Работа в связке. Это такой беговой тандем получается. Что касается слабовидящих, у которых есть небольшой подгляд, они могут бежать за лидером, который бежит впереди, допустим, в контрастной майке. Так вот я в прошлом году, 31 мая, пробежал полумарафонскую дистанцию, правда всего лишь 5 километров, на трассе Формулы-1. Больше, допустим, бежать со своим остаточным подглядом я не могу. Мне приходится капать постоянно. Для участников марафона этот проект позволяет заняться любительским бегом или все же кто-то попадал в профессиональную атлетику? Ну, в профессионале еще пока нет, но даже любительские показывают хорошие результаты. Не всегда даже здоровый человек может осилить дистанцию 5-10 километров. А ребята уже на марафоне, на московском марафоне пробегали дистанции 21 километр и 42 километра. И видите как, это же не только бег, вообще марафон в темноте, он подразумевает в себя и различные дисциплины, так называемого адаптивного спорта. Это и плавание. Допустим, иронстар был в Сочи в сентябре, там парень плыл с лидером дистанцию. То есть слепой может также и плыть, можно также в велотандеме делать заезды. То есть марафон в темноте позволяет человеку заниматься различными адаптивными спортами, искать новые возможные. Сейчас же ведутся поиски различных спортивных дисциплин. Это не только спорт, это и социальная адаптация человека. То есть очередная возможность с ученцами с инвалидностью заняться спортом, тем, чем они никогда не раньше занимались. Это именно, как я всегда говорю, такой элемент доступности именно в голове человека. Мало иметь пандусы, мало иметь тактильную плитку, направляющую. Прежде всего надо, чтобы доступность находилась в голове человека. Насколько я себя считаю сильным, адаптивным, все остальное, но даже у меня были страхи, были сомнения, а как это будет, а как смогу или нет. Когда сам переступил через эту ступень сомнений, оказалось все возможно. Но опять же, не каждый может самостоятельно переступить. Иногда и людям нужны позитивные примеры. Сам, участвуя в подготовке к Паралимпиаде, столкнулся с различными категориями людей с инвалидностью, которые достигают не только спортивных высот, но и финансовых, политических. И было приятно, что инвалидность – это не приговор. Это, наверное, все-таки такой некий стимул для того, чтобы человек дальше продолжал. Из разряда, знаете, как черного юмора. Жил человек, был здоровый, ничего ему не надо было в жизни. Увы, так получилось по стечению обстоятельств, оказалось, жизнь прекрасна. Вы решили, с кем побежите в паре? Ведь волонтером может быть и друг, и супруга. Вот чем и хорош марафон в темноте, то, что нет именно конкретных ограничений. Есть желающие волонтеры, там есть числа студентов, знакомых, друзей, родственников. Опять же, если есть возможность бежать к кому-то из родственников, так вообще замечательно. Представляете, совместно, не только… Работа в команде. Работа в команде, привлечение. Знаете же, как бывает, что люди, не имеющие инвалидность, очень часто откладывается здоровый образ жизни. Потом вот успею. А здесь, знаете, как некий такой элемент, как так, вот, не знаю, там мой родственник, вот он слепой, да, или с инвалидностью, а бегает. А я вот здоровый и спортом не занимаюсь. Как-то неудобно, надо подтянуться. Здорово. Будете примером всем? Ну, примером как раз очень много уже ребят стали. Я узнал об этом марафоне, опять же говорю, вот недавно, вот, но рад, что до меня ребята уже объединились и бегают. И очень много ребят, волонтеров, которые тратят свое время свободное для того, чтобы помочь в тренировке, потому что идут и силовые тренировки, да, и... Вот, кстати, да, нужна же какая-то тренировка. Как раз организаторы проекта уже за эти два года наработали специальную программу обучения. И тренировок, все готово. Специальная программа обучения тренировок, потому что некая специфика идет. Если в обычной тренировке тренер показывает, ученик делает, то здесь человек, допустим, с полной потерей зрения, а если это с детства, он в памяти у него нет как-то или иное упражнение, правильно или нет. То есть еще такой некий индивидуальный подход. Где-то человеку надо проиграть с ним первое движение, в дальнейшем он уже будет, то есть корректировать. Вот, соответственно, специальная программа обучения для тренеров, специальная программа обучения для волонтеров. Потому что бежать не только слепому тяжело, но и со слепым тяжело. Ну, а место найти, я думаю, у нас здесь не составит труда. Благодаря той же краевой программе доступная среда объектов, адаптированных для людей с инвалидностью, у нас в городе масса. Поэтому сложности на дистанциях, думаю, возникнуть не должно. Когда я познакомился с организаторами этого проекта «Марафон в темноте», первое, о чем они сами написали мне, говорят, «О, Сочи, классно, не надо манежей, круглый год можно тренироваться на улице». Сергей, это так? Я говорю, так. Круглый год тренируюсь на улице, если нет, конечно, сильного дождя. Это уже помеха в любом случае. Парки, скверы? Парки, скверы, набережная, трасса «Формулы-1», потому что в следующем году уже опять будет полумарафон на трассе «Формулы-1». Если на прошлом я пробежал 5 километров, то сейчас готовлюсь как раз к полумарафонской дистанции 21. Как-то неудобно перед ребятами, кто уже пробежал. Ну, это здорово. То есть вы уже даже созванивали с организаторами, да? Все, в принципе, серьезно. Да, сейчас один из таких моментов тоже – раскачать ребят, все-таки показать, что это реально, потому что общался до этого и в других городах. Многие ребята не то, что забиты, а знаете, как старая политика государства была такая, что вот нишу человеку определили – дом. То есть дом – твоя квартира, это твоя крепость, да, нечего никуда выходить. То есть сейчас, как видите, все меняется, и люди социализируются. Очень много проектов, призванных для того, чтобы человека привлечь, начиная к спорту, к культуре и так далее. Тем более у нас в Сочи. В Сочи к этому… Все возможности. Вообще имеет все потенциалы, и вообще в Сочи надо рассматривать сейчас и плацдан, допустим, для различных проектов. Но вы здесь с нашими местными сочинцами с инвалидностью по зрению общались, уже предлагали им? Ну, на данный момент желающих именно заниматься вот в проекте «Марафон в темноте» уже трое. То есть два человека, ну, со мной, это имеющие остаточное зрение, да, ну, так называемая категория слабовидящих. Вот. У третьей девушки почти полная потеря зрения. Опять же, пользуясь случаем, всегда хочу обратиться к ребятам, имеющим инвалидность по зрению, кому не противопоказаны физические нагрузки. Связывайтесь со мной, обращайтесь. Рад буду рассказать, рад буду помочь. Вот. Ничего страшного в этом нет. Надо просто поверить в себя, в свои возможности. Потому что спорт, он не только дает физическое, как говорят, благополучие, да, и развитие, но и внутренняя, духовная возможность человеку общаться в компании единомышленников, проводить не только спортивные тренировки, но и культурные. Потому что ребята в Москве не только занимаются спортом, именно там, бегом, да, плаванием, велозаездами, вот. Ну, и также посещают различные культурные мероприятия, не знаю, собраться в кафе, посидеть, поговорить, это тоже очень хорошо влияет на эмоциональное состояние человека. Ну, а тем, кто никогда не занимался бегом, бояться нечего. То есть подготовят, поддержат, проведут тренировки. Ну, конечно, для тех, кто начинает с нуля, соответственно, и тренировка с нуля, начиная от разминки, подготовки, пробежки первых шагов на беговой дорожке, на велотренажере, вот. Получается, остается одно желание? Остается желание, вот, иногда, говорю, одного желания мало, потому что желание иногда обрезается именно вот этими страхами. То есть прежде всего убрать страхи, убрать какие-то, не знаю, чужие мнения, ну, необъективные, потому что даже я, когда в Хабаровске начинал бегать там свои 50 метров, то есть слышал смешки. Знаете, как тяжело делать первые шаги, когда над тобой смеются, да, и подшучивают. Вот, делать нечего там, мало того, что потерял зрение, сейчас еще и лоб расшибет. Вот, через это надо переступить, показать. Зато, когда ты даешь результат, эти же люди и говорят, что, о, какой молодец. То есть, видите, как-то получается не совсем логично. Так что желаю всем набраться, не знаю, терпением, потому что себя победить, это очень тяжелая ситуация. Вот, набраться терпением, зарядиться позитивом, послушать чужие положительные примеры, достижения, опыт. Все-таки прошедшая Паралимпиада, это, наверное, самый лучший показатель. Вот, единственное, что спорт слепых, он у нас всегда был на втором плане, потому что к спорту относили что в основном? Это шашки, шахматы, вот, конечно, в последнее время стали там велозаезды тандемные, там, гол-болл, но надо развивать и пробовать. Я всегда говорю, что не получается петь, танцуй, не получается танцевать, ищи себя в спорте. Вот, возможно, кто-нибудь найдет новый, либо предложит новый вид спорта. Всякое бывает. Сергей, спасибо вам огромное за участие в нашей программе. А к теме доступной среды мы вернемся еще не раз, поэтому ставим здесь не точку, а запятую. Будьте в курсе всех событий, что происходят в Сочи, и будьте с нами. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok